здравствуйте друзья доброе утро четверг это завтра будет пятница неработница а сегодня мы так по трудовому насыщенный день у меня но мой день начинается в 11 с толком то есть appointment с 11 поэтому я так вот ровно 10 00 сейчас у меня на часа у меня вопросов там штук наверное боюсь собрать за 40 накопились но нас на форуме залив.org сайт залив.org там есть форум там вопросы мне задают и нет или оттуда стаскивают то что задают ой ну что-то знаете как вот наступает усталость иногда от вопросов потому что значительной степени они если даже не не повторяются то в общем как бы об одном и том же и тогда получается у нас такая тема знаете так вот ну в общем зауженная такая совсем и у меня наступает внутренняя усталость от того что надо отвечать на такие вот вопросы да хотя некоторые вопросы заставляют как-то не то что задуматься может быть задуматься неправильное слово удивиться так знаете удивляет написал совершенно очаровательное письмо было на днях женщина молодая там не помню 32 или 33 года она говорит что вот михаил я вот пишу вам то есть я смотрю многих блогеров но вот пишу я конкретно вам потому что вот вы со светланой такая вот пара у вас такие как бы но типа высокие отношения такая хорошая семья вот типа да и и вот я бы хотела тоже создать семью и вот чтобы вот так вот ну как то вот как у вас на потому что не то что вот нет ни там каких-то отношений там или это пожалуйста но вот это вот ну чё-то вот не не то но вот не то и да ну там заканчивается тем что не могу ли я вот как-то из тех из молодых ребят которые вокруг нас как-то познакомить может быть с кем-то вот кто хочет создать хорошую семью вот типа нас и я с одной стороны понимаю мотивацию как бы их уход мысли я понимаю то есть если вот есть люди они вот такие то наверное вокруг них люди тоже такие но вокруг нас конечно очень много молодежи но но это не то что они собираются по этому принципу пойти не то что мы там именно все друзья но мы просто сотрудничаем как вместе делаем как как бы дела которые считаем важным там они по-своему по-своему господи да но не как-то я даже не знаю насколько они там матримониальные понимаете или там что-то я я как-то абсолютно далек от этой стороны жизни но тут тут есть другой момент состоящий в том что если вы мне сказали вот до того как этот канал у нас появился если мне сказали что мы со светой будем многими рассматриваться это не единственное письмо я часто получаю как какая-то такая вот прямо идеальная семья того лишь это такое мне так необычно потому что мы там это обычные мы сами обычные вот у нас все друзья такие все люди я не знаю связаны с поколением или может быть с каким-то социальной социальным слоем группой социальной в этом пока в нашем поколении я не знаю нам но мы все такие ну при примерно все поскольку я народу знаю вот нашего возраста там и так далее мы примерно все такие поэтому даже я не знаю что сказать как-то с одной стороны ответственность высокая с другой стороны я думаю а что же такое происходит то что как бы нормальные люди уже типа диковинка такая да значит странно немножко то есть обычно диковинка бывает не нормальные но чтобы нормальные были в диковинку это уже как-то даже странно что еще сказать чем в нашей жизни происходит вы видели я вчера был поглощен но новым новой игрушкой то такая значит стабилизатор такой он конечно прикольный в том смысле что не просто стабилизатор а вот эта ручка сама она мало то что там три шарнира до в трех измерениях все это крутится но ручка разговаривает еще по bluetooth разговаривает с камерой там не приложение есть но за нас учиться с телефоном и так вот это все поддерживает и результат вот я там прошелся и конечно это было потрясающе я теперь с нетерпением жду когда придет такая насадка она собственно сама по себе камера но она как бы нас эта камера является насадкой на iphone вот посмотрим что получится она там со своей как сказать со своей дискеткой там маленький вот так что на нее пишет на айфоне на место не хватает я не знаю хотя другой страна она независимая камера то есть можно и так тоже ходить снимать то есть может быть поэтому там есть место для дискетки в общем такая история посмотрим что получится ну и так что еще занимает наш нас а я готовлю курс по автоматизации автоматическому тестированию на таком инструменте который называется селени веб драйвер и я давно таскать не не тряхал вот именно этой стариной не тряс можно сказать вот а сейчас я и тряхнул и в мою жизнь инструменты автоматического тестирования вошли в девяносто втором году я только пришел на работу в компанию стартапчик один назывался он portfolio technologies вот приятель меня привел они меня наняли это было число что-нибудь там типа 20 августа вот как-то так девяносто второго года давно 25 лет будет сайте в этом году значит надо будет отметить и вот посадили меня там кубик такой был под кроватой такая комната там не знаю громадный зал такой большой и там был у меня кубик и подходит начальник и дает мне коробочку такую небольшую вот как книжка такая средней толщины по размеру такую коробочку дает и на ней написано microsoft тест 1.0 у них был свой инструмент внутренние они использовали для внутренних целей а потом они его упаковали и сделали из него продукт такой и вот этот самый продукт мне перепал и так я не успел даже вот как можно сказать кубик зайти и там начать осматриваться как мне уже пах эту коробку и было вот это в августе вот скоро скоро 25 лет значит как как это со мной произошло ну и через два года уже школа началась тоже в августе но уже девяносто четвертого и я с первого дня знаете как школа начиналась вот я заходил в класс первый урок вот они там сидят у них компьютеры первый урок я говорю значит так открываем вот молодцы пишем скрипт вот у нас такой скрипт я писал его на доске по памяти там они значит там у себя это все набирали все это запускалась отлаживалась и уже через скрипты через автоматизацию через это все мы определяли а что такое ошибка баг как его записать грамотно на что такое тест кейсы а как написать тест кейсы и так далее то есть вот как-то так мы мы начинали как школа где автоматизация это было первое с чего вообще начинался полный курс и мы автоматизация проходила с первого дня и до последнего сейчас как-то вы стали больше похоже на учреждение такое типа академического то есть у нас есть один предмет второй предмет третий предмет и это все завязано сильно на лицензирование школ то есть там они так устроены короче не хочу детали вдаваться но в общем когда-то мы также вот был этот microsoft тест потом он стал visual тест потом там чаще сил такой есть инструмент он сейчас есть вот я сил преподавал винранер у нас был и так и теперь у нас был и лодрана очень много всего ну и тут последнее время я как-то когда уже селениум появился я достаточно как-то много народу имел в штате чтобы самому вести занятия на самом деле если я буду занятий много вести то я не смогу заниматься с остальными делами которые нужно делать тоже очень важными в частности вот резюме например да то есть человек не может идти на 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 маркет с каким-нибудь так себе резюмце понимаете надо надо все-таки хорошее было это тоже время не требует достаточно вот а тут значит думаю сейчас как тряхнул понимаешь этой самой стариной плечо разудилась 9 марта у меня группа начинается в смысле группа есть эта группа переходит в состояние то есть изучение автоматизации вот я никогда раньше не писал ничего на джаве вот книжечка у них две у меня тут одна потоньше другая потолще называется java для селениума веб-драйвер я я подозреваю что название чисто спекулятивная даже книжек поджали много вот а если кто там захочет именно с веб-драйвером я не уверен еще насколько эта книжка связана с веб-драйвером так я ее так пролистал но пока не заметил там есть то есть как типа java и java я думаю что по джаве наверное лучшие книжки есть но так уж я приобрел и их две части там 1 2 пишет мужичок который тестированием занимается автоматизации тестирования поэтому так я подумал ну может быть он хотя бы фокус правильный сделает то есть не будет лишнего такого чего в автоматизации может быть особо не сыпь не играет ролик поэтому посмотрим кроме того мне нравится что книжечки маленькие знаете только вот такую книжечку зачитаешься вот так я пока готовлю я готовлю курс я делаю план уроков а я же я же чек какая педагогически образованный я же знаю какой уроки готовить надо а там цели задачи содержание формы методы обучения средства так далее вот я сижу там расписываю изучаю как другие это делают тоже конечно не без этого вот и думаю думаю там очень много очень много интересного получается как бы вызов этого всего состоит в том что очень востребована автоматизация очень но на три копейки никому не нужно знаете а научить вот то количество времени которое у нас есть это аудитория который у нас есть у нас половина гуманитарий и и и даже если инженеры как бы далеко не все инженеры как-то связаны были своей жизни там с программированием с компьютерами есть строители есть механики добраться да так вот есть можно на три копеечки выучить ну там вот так называемый селением айди но но как бы он никому не нужен то есть когда это люди когда люди видят это приземе они смеются ну ну чё иди ну ну что это вот всем подавая вот этот самый веб-драйвер а веб-драйверу научить за отведенное время которое мы у нас есть реально я даже не знаю как с этим быть то есть наверное можно было бы достичь какого-то результата если бы люди много занимались понимаете тонкость какая если бы они много занимались а у нас проблемы с тем что половина если не больше и домашних заданий до особо не делаем ну тоже вот дневные классы например они дети там дела всякие тоже люди живые у них масса других дел вечером там вообще многие так ну не то что они спят в классе но видно что измотанные люди уставшие они работают еще вечером учатся но вот когда понимаете какая история поэтому я думаю что в этом смысле может быть лучше спозиционированы те кто к нам на фултайм приезжают они ничем больше не занимаются только учиться может быть им как-то проще не знаю но в общем но с другой стороны тоже нагрузка большая времени не так много не знаю это это очень такой вопрос интересный на который мне предстоит найти ответ я собственно специально вот и сказал хорошо я сам это буду делать для того чтобы нащупать какой-то ответ как это делать а я уже рассказывал да что у меня там концептуально тоже было какое-то видение и она меняется потихоньку я чем больше как бы чем больше проникаю и чем больше сталкиваюсь с реалиями нашими то есть во сколько у меня конкретно часов на это есть как эти часы там организованы дело в том что у нас занятия по 5 часов у нас у меня будет 5 занятий по 5 часов 25 часов мы я могу где-то еще 6 приходить но вот 30 часов мало то что это 30 часов это 30 часов по 5 знаете 25 или 30 часов но по 5 за раз и это не то же самое что например 25 часов например там не знаю там по два часа где-нибудь с половинкой это это разные вещи в общем такая интересная штука вот решаем решаем задачки до джава оказалась милейшим совершенно язычком но милейшим то есть я и раньше испытывал к ней симпатии вот а тут просто расставил прелесть прелесть друзья все кто хочет учить и джава и богу вот она очень милая другое дело что это как бы не первые моей жизни язычок на котором там я что-то делаю но с другой стороны я никогда не был профессиональным программистом я на всех языках не ласково язычков вот я пришел какие-то маленькие задачки связанные там с автоматизацией например или там возвращаясь в молодость там какие-то так микропроцессорные там задачки не суть значит вот пока что мне все это очень нравится и вот это такое основное содержание моей жизни на ближайший месяц но правда у меня эти 25 часов или 30 я еще не решил устроен так что это раз в неделю раз неделю поэтому с одной стороны наверное у них найдется где-то время делать домашние задания я надеюсь с другой стороны у меня есть время допустим если я урок провел и что-то такое мне в голову пришло дополнительно а это неизбежный процесс обычно зачем приходит в голову друзья полезно вот разумно то есть время как бы это все адаптировать в процесс и допустим следующий раз воспользоваться так что вот этим вот и и занимаемся это друзья в 60 лет сайте в 60 лет человеку приходится какой-то там язык язык программирования ноги и вичок смысле маленькую часть его так по чуть-чуть значит разучивать и это самое и на других людей все это вываливать так смотрим на парковку студент у нас идет а тут немножко моросит до опаздывает видимо студент это уже 10 16 что бы быстро с вами за 15-16 минут и доехали как на паркинге там много машин это все наши так меня зажали немножко так ну хорошо в общем я приехал и давайте мы с вами тогда и попрощаемся сейчас и попрощаемся смотрите как я тесненько заезжаю тут что-то мне мне не комфортно тут ой 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 здоровенная дуринда слева да вот таких вот условиях друзья и бьют дверьми не специально конечно да все счастливо и до новых встреч да Субтитры создавал DimaTorzok